В прошлом видео я показал основы использования системы авторизации на SP.NET Core В этом видео хочу показать как использовать ролик Для начала давайте я создам новый проект Этот проект будет тоже из SP.NET Core Я тоже сделаю его абсолютно чистым в пустыне Благо что теперь есть с чего копировать Для начала я переключу чтобы он стал проектом по умолчанию И мне для начала нужно, как вы помните Сделать некоторые... А, давайте я сделаю по простому Я сейчас просто возьму Скопирую вот эту штуку И вставлю вот сюда Удалим лишнее Отлично Ну и теперь наверное мне все таки нужно скопировать Да И я сделаю эти изменения во всем проекте И для того чтобы проверить что это работает Давайте... Ага, у нас здесь то же самое получилось что не получилось И запустим проект И так у нас работает страничка Мы проверим что как было так работает Как вы понимаете ничего там сложного нету Да Все работает как и раньше Предвидя вопрос зачем я создал второй проект Отвечаю Это для того чтобы для каждого видео был свой собственный проект На котором... Который должен продолжать Ну теоретически должен продолжать предыдущий Ну и в общем-то давайте начнем Итак, для того чтобы определиться с ролями Есть ли они у нас или нет Давайте посмотрим что у нас пользователь А пользователи показывается То есть когда мы делаем контекст Это контекст Когда мы его авторизуем У нас какая-то информация вкладывается в этот контекст И у нас он должен быть доступен Вот из этого свойства Нет, я вас обманул Это должно быть вот здесь То есть у нас есть user Который якобы авторизован Identity который мы сделали У него должен быть name И давайте его запихнем в viewback name И второе свойство которое я хотел бы показать Это будет isAuthenticated Я его вот так вот скопирую И вставлю Теперь соответственно на view Я вот так вот попробую перейти Не переходит Ладно, перейдем так Home Сейчас вот так вот уберем Home индекс На view давайте отобразим эти два свойства Я их буду отображать вот таким вот образом IsAuthenticated И тут у нас будет viewback.isAuthenticated И здесь сделаю ctrl-c, ctrl-v Я прошу прощения за мой копипасс Пытаюсь сэкономить ваше время И давайте теперь запустим проект И проверим что у нас происходит после аутентификации Смотрите, я авторизован потому что у меня cookie остался Соответственно я могу ходить на admin Если нажму lock off и приду в home У меня здесь будет false А name как не появлялась так и не появляется Давайте я заведу какого-нибудь пользователя Соответственно вы видите снова true name не появился Давайте сделаем чтобы он появился Для этого нам нужно сделать следующее Смотрите, когда мы добавляем cookie Ой, когда мы, извиняюсь То есть когда мы создаем клаймы То каждый клейм имеет значение Внутри там достаточно серьезная и сложная система Но вот чтобы было понятно Давайте сделаем таким образом Во-первых, есть claims Обману я вас Type Есть предопределенные типы И как видите, вот они названия Которые уже, собственно говоря, доступны для вас Вы можете их пользоваться Например, вот name, given name Actor Country Ну вот давайте воспользуемся Name И сюда я поставлю Name того самого пользователя Model.userName Который, собственно говоря, у нас будет авторизоваться Авторизовываться Я запущу Почему на данный момент Не видно этого имени? Потому что я уже зашел А в cookies у меня уже Зашита информация без имени Поэтому я сейчас нажму выход Кокис у меня стерся А теперь снова буду заходить Ну давайте Анатолий какой-нибудь Ой, Анатолий Вот И паспорт какой-нибудь такой Хитрый Я нажму логин Нажму на name И как вы видите У меня теперь name подставляется Анатолий Это к вопросу о том Почему name пустой? То есть где-то как-то Каким-то образом Не прописан вот этот name На этом, наверное, про name пока все Давайте теперь поговорим про роли Для того, чтобы более эффективно работать с ролями Давайте создадим два метода Которые будут разрешен доступ Для разных типов ролей И для этого я здесь поставлю Authorize Здесь поставлю роли AdminiStrator И пусть сюда заходит AdminiStrator И здесь прям назову AdminiStrator И соответственно Такое же второе Я добавлю Пусть это будет Manager Ну, в хорошем смысле этого слова Manager значит Сейчас я создам еще и вьюшки так у нас есть индекс control-c control-v control-c control-v так это вьюшка у нас будет менеджер здесь я напишу что это менеджер не попал и соответственно еще одна вьюшка я назову ее администратор теперь ее открою пусть будет администратор кнопки пока пусть остаются те которые есть потому что нам это не принципиально итак у нас есть две странички менеджер и администратор в которые могут соответственно заходить и менеджер и администратор давайте теперь добавим роли для начала нам нужно определиться с методом это авторизейшн как вы видите он находится у нас в конфигура сервис и собственно говоря вот вот он он вот его мы сейчас и будем мучить так первым делом нам для того чтобы определиться что мы будем делать нам нужно добавить сюда options то есть мы будем конфигурировать и дальше нам нужно сделать следующее мы должны добавить полисе надо немножко остановиться и сказать что ролевая модель которая была очень давно еще в начале самому висе и в частности да и собственно граба используют над page веб-форм была ролевая модель которая основывалась на порядка там пяти шести таблицах и в общем то она как бы себя и жила но надо сказать что из по этот над core поддерживает все эти версии то есть мы можем добавить роли непосредственно и из по этот над core их обработать надо сказать что это legacy код поэтому я вам рекомендую использовать все таки клаймы клаймы на они более гибкие хотя их немножко и сложнее настраивать но они гибче в разы раз я вас уверяю потому что я как бы уже это как бы проверить но и в общем-то полисе это один из способов управления клаймами и в общем-то давайте создадим полисе назовем этот полисе им администратор надо сказать что стринговые значения сюда и вот сюда например можно как бы заменить на константы но этого и вы делаете уже сами а я пока для теста для по порядку буду делать так чтобы было быстрее и в общем не теперь нужно здесь указать билдер который билдер при помощи которого я буду строить вот этот самый полисе и так что у меня здесь в этом билдере в этом билдере я могу сказать что реклает клэйм и соответственно мне здесь нужно указать клэйм ну в общем то я здесь могу указать клэйм тайп давайте его напишу правильность большой буквы выберу ролл и скажу что мне нужно чтобы здесь был ролл администратор и собственно я думаю что вы уже поняли что для менеджера мне придется сделать то же самое что если у пользователя есть менеджер ой клэйм с именем менеджер ролл в общем тогда это будет работать перед тем как запустить и проверить как это работает давайте перейдем в администратора и сделаем ну давайте не в администратора давайте хом сделаем ссылки на соответственно админ администратор и админ менеджер и теперь запустим проект отлично мы сейчас не авторизованные давайте введем ну во первых давайте попробуем проскочить на окно home ой что-то у меня не одинаковый конечно давайте поправим потому что мы я и тогда я не знаю куда я иду это не есть гуд так будет понятно и отлично давайте попробуем проскочить на администратора access denied потому что выдалась информация о логине менеджер access denied давайте попробуем зайти пусть у нас будет какой-нибудь там не важно пользователь мы зашли в холм мы видим на том что мы зафтеризованными название имя пользователя имеем называет нажимаем администратор посмотрите пожалуйста вот сюда на самом деле даже вот сюда смотрите нам показывает система что вот по этому адресу аккаунт access denied мы не можем найти то есть ошибка 404 поэтому мы можем вот так вот 404 поэтому нам нужно создать эту штуку это делать тоже очень просто нам нужно пойти снова в стартап и вот здесь вот в конфигурации cookies так сказать access denied вот она выскочила мы должны сказать допустим home slash access denied вот такая вот да все правильно и теперь как вы понимаете я должен эту страничку создать я его так и сделаю control v переименовалась здесь назовем access denied ну и давайте ну пусть странички так и останутся мы будем знать что так созданы давайте еще раз запустим хорошо мы уже залогиненные у нас тот самый странный пользователь нажимаем администратор а ну да конечно добавить странички как вы понимаете было мало man надо добавить еще и в метод контроллера этот самый метод но слава богу у меня есть быстрые кнопка для создания и здесь будет вью запускаем еще раз нажимаем а мы вышли хорошо давайте зайдем снова на home и залогиненный пользователь есть нажимаем администратор и мы получаем access denied это говорит о том что мы не имеем информации о пользователя о его ролях давайте добавим менеджера я перейду где администратор где мы сады вот мы ассифицируем и здесь я создаем новый клайм который называется roll но и теперь он будет иметь название менеджер давайте запустим еще раз мы зашли но нам нужно выйти потому что сейчас мы в менеджеры не попадем у нас в старом в cookies и прописана уже информация о том что мы не имеем форма про менеджера я ничего правую роль поэтому нажал выход теперь нажаву логин и давайте сразу так и сделаю нажму менеджер меня перекинул на логин завожу неважно какое имя завожу логин и как видите я попал на страницу менеджер потому что у меня есть информация в кумаем cookies и в моих клаймах есть информация о том что я менеджер а теперь давайте допустим у меня есть как вы понимаете с администратором будет тоже самое но давайте вот так сделано администратор и я еще раз запущу сейчас как вы понимаете на страничку администратора я попаду ну после логина конечно же вот я на страничке администратора home нажимаю менеджер я сюда попасть не могу ну и в общем то в какой вытекает из этого вот так как мы работаем со старой ролевой моделью я хочу показать мы используем в контроллерах слова roll да то есть как бы старый принцип такой так называемый legacy то для того чтобы меня у пользователя было возможность заходить и туда и туда у меня соответственно должно быть 2 клайма с указанием того какие у меня есть у пользователя роль соответственно если будет manager менеджер могу попасть вот то соответственно я по имени ролью могу попасть и сюда и сюда и и -то как вы понимаете не очень гибко если у меня будет какой-нибудь супер юзер у меня будет 15 релей у него не должны быть все и здесь на помощь приходит непосредственно уже новый способ реализации как-то систем авторизации да на основе клаймов и вот так своему полисе то есть первым делом что я сейчас делаю я сейчас делаю вот что я удалю отсюда менеджер и у меня оказывается пользователь который ну как бы один и он у меня будет допустим самый главный здесь я меняю роли на полисе сейчас покажу откуда они берутся когда у меня была роль то вот этот менеджер брался вот отсюда а когда у меня написано здесь полисе у меня вот этот вот администратор берется вот отсюда то есть полисе вот он полисе полисе менеджер мы можем назвать их как угодно а внутри обрабатывать нужные нам роли ну то есть смотрите мы можем назвать полисе как администратор а внутри можем обрабатывать и роли и не роли или еще всякую штуку ну то есть мы можем сделать вот таким вот способом давайте закомментируем вот эту штуку control-k control-c и создаем много в общем полисе ну давайте назовем ее менеджер тоже но обрабатывать ее будем немножечко другим способом builder я напишу вот так вот builder в общем что это мне позволяет сделать но во первых я здесь могу использовать уже то что у меня было обработано ну например я могу обратиться к юзер и спросить хэс клайм то есть то же самое что реклайт клайм я могу сказать хэс клайм допустим claims type roll и название ему менеджер здесь дальше я могу продолжить эту выборку или написать хэс или пользователь хэс клайм ну допустим опять же также напишу клайм нет я напишу правильно claims type roll запятая администратор в общем вы уже поняли да что вот этот способ очень гибкий я могу дальше сюда конечно же дописать какой-нибудь не так конечно нагло наверно в скобках вот я могу здесь проверить уже готовы механизмы я могу добавить дополнительные ресурсы я могу переквайр менты добавить которые могут обрабатываться вообще по-хитрому в общем нюансов тут на самом немного и как вы понимаете гибкости на просто обалденный ну и в общем что и собственно грязь дело создал порисе в котором есть администратор у него есть клайм был я могу здесь клайма сделать другие например клайм допустим в клайм их приходит дата ну вот вот таким вот образом да вот дэйт of bird то и дата рождения здесь может быть какое-нибудь там число стоит ну смысле дата и я могу просто требовать конкретную дату но здесь я в клаймах я могу написать или или дата юзера ну то есть в общем я могу здесь сделать дополнительную обработку то есть вычислить возраст его до или возра сделать вообще в кастомном рекламенте в котором просто просчитывать его и выдавать сюда в общем как вы понимаете это политика намного гибче и давайте вот проверим а как это сейчас будет работать то есть у меня есть пользователь у которого есть только администратор роль и у меня теперь есть поле sii manager и policy administrator и также у меня есть полете manager который требует либо менеджера либо администратора ну в общем давайте запустим и я позакрывая стар окошки я нажму выход и снова нажму вход. Давайте вход сделаем как админ и пароль пусть будет 1, 2, 3, неважно какой. Я зашел и вот я как администратор и теперь я могу ходить и в администратор и как вы понимаете я могу ходить в менеджер но в общем я думаю что видно что это работает и работает на самом деле гораздо эффективнее чем роли ну и наверное на этом все я завершаю видео в следующем видео будем подключать базу данных я оставлю ссылку снова в описании на гитхаб чтобы вы могли посмотреть и попробовать это самостоятельно ну и наверное это все всего доброго и до новых встреч